И Оскар идет к... Махершлали! Обязательно посмотрите этот урок, если еще этого не сделали. Ну а с вами Голос Инглишоу, и мы начинаем. В третьем уроке проекта NZA мы разобрали повелительное наклонение в английском. И, несмотря на название, с помощью этого наклонения мы не только повелеваем что-то, но также советуем, предлагаем, приглашаем и даже просим. Все фразы из этого видео будут в повелительном наклонении, и у вас будет возможность самим убедиться в важности этой темы. Действие фильма «Зеленая книга» происходит в 60-х годах. В это время как раз на Севере Америки расовая дискриминация ослабевала, но на юге страны дискриминация сохранялась. Надеясь своим творчеством изменить предубеждения людей, музыкант Дон Ширли отправляется в турне по Южным Штатам. Первое разговорное выражение, которое стоит запомнить, это «Позволь сказать начистоту» или «Дай мне внести ясность». Эта фраза будет одинаково уместна как в деловой беседе, так и в неформальном общении. Отдельно можно использовать фразу «crystal clear» — дословно «кристально чистая». Так можно сказать про воду, например. «The water is crystal clear» — «вода кристально чистая». Но все-таки чаще всего фраза будет использоваться в переносном смысле, в значении «предельно» или «совершенно ясно». Предельно ясно, что доктору Дону Ширли нужно нанять не просто водителя, а телохранителя. Этой целью он и задается. В поисках надежного помощника Дон устраивает собеседование. Одним из кандидатов становится Энтони Валелонго, более известный как Тони Липп. И на этом собеседовании мы узнаем еще одну популярную фразу. «Have a seat» — «садитесь». Скорее всего, в школе вы слышали другую синонимичную фразу «sit down». Значения этих фраз абсолютно одинаковые, но фраза «have a seat» — более вежливая. Хотя, конечно, все зависит от тона говорящего. Хотя... Дима, иди кушать. Мам, я тут вообще-то работаю. Я знаю, как ты там работаешь. Сидишь целыми днями в компьютере? Лучше бы уж на стройку шел к дяде Пете, и то толку было бы больше. Мам, я вообще-то преподавателем английского в онлайн-школе работаю. Да что ты там работаешь? Ну какая еще онлайн-школа? «Инглишоу» называется. Мы там вообще-то люди английскому учим, и они потом в Америку переезжают. Ну, здрасте, приехали. Еще не хватало, чтобы ты в Америку улетел. Ладно, мам, не мешай. Мне тут дозаписывать надо. Друзья, сори, если что, ссылка на школу в описании. Записывайтесь там на урок. Продолжаем тему. Тони Липп – бывший вышибала ночного клуба в Нью-Йорке. И в эпизоде, когда он выполняет свою работу, мы встречаем целых две интересные фразы. «До yourself a favor. Go home with your friends. You don't tell me where to go». Фраза «do yourself a favor» переводится как «сделай себе одолжение» или «окажи себе услугу». Также можно поменять местоимение и получить «do me a favor». «Сделай мне одолжение». «Окажи мне услугу». В ответ на эту вежливую просьбу Тони посетитель сказал «You don't tell me where to go». «Не говори мне, куда идти». И тут запоминаем фразу на случай важных переговоров. «You don't tell me» или просто «Don't tell me». «Не говори мне», «Не указывай мне» или «Не учи меня». Например, «You don't tell me what to do». «Не указывай мне, что делать». Или «You don't call me Mr. Lascudo». «Не называй меня Mr. Lascudo». Кстати, а вы знаете, зачем в этой фразе местоимение «you» и когда его можно упустить? Пишите свои варианты в комментариях, а мы дадим подсказку, что писали ответ на этот вопрос в статье на сайте. Так что не забывайте переходить по ссылкам, которые мы оставляем под видео. Перед собеседованием Тони предложили заполнить анкету. «Fill it out while you wait». «Fill it out while you wait». «Fill it out while you wait». «Заполните это, пока ждете». На самом деле, абсолютно правильно сказать было бы «Fill it out while you are waiting», так как действие происходит прямо сейчас. Но этот индус немного ошибся. Фразовый глагол «Fill out» означает «заполнять» и чаще всего подразумевает заполнение именно анкет или форум. Например, вы можете услышать такие фразы. «All you have to do is fill it out». «Все, что вам нужно сделать, это заполнить это». Или «We'll give you a minute to fill it out». «Мы дадим вам минуту, чтобы заполнить это». Сначала Тони отказывается от предложения доктора, но проблемы и необходимость в деньгах делают свое дело. И тут посмотрите на еще одну разговорную фразу в повелительном наклонении. «Everything okay? Все хорошо?» «What? You got big trouble, Чарли?» «У тебя какие-то проблемы, Чарли?» На самом деле, «big» — это клюв, поэтому он спрашивает, будто тебе что, так хочется пообщаться о чем-то, у тебя проблемы, что ты не можешь просто заткнуться, или что-то типа такого. «Mind your business» или «Mind your own business». Еще можно перевести как «Не лезь не в свое дело» или «Не лезь в чужие дела». Согласившись на работу, Тони получает последние указания. «Don't let me down. Let's go». Конечно, фраза «Let's go» знакома даже тем, кто не изучает английский язык. Но знаете ли вы, какое сокращение спряталось в «lets»? Что скрывает за собой буква «s»? Пишите свои предположения в комментариях, а мы поставим лайки на правильные ответы. Обратите внимание также на фразу «Don't let me down». «Не подведи меня». Фразовый глагол «let down» переводится как «разочаровывать» или «в кого-то подводить». И это может стать основой множества фраз. Например, «I will never let you down». «Я тебя никогда не подведу». Или, «She never lets your team down». «Она никогда не подводит свою команду». И, конечно, повелительное наклонение поможет нам выражать пожелания. Например, «It's a wonderful trip, sir». «Have a wonderful trip» — «хорошей поездки». Также можно пожелать «Have a good flight» — «хорошего полета». «Have a great day» — «хорошего дня». «Have a good night» — «спокойной ночи». А мы вам желаем хорошего, уверенного, разговорного английского. Как его достичь? Можно, к примеру, записаться на бесплатный вводный урок по ссылке в описании. С вами был Голос, English Show. Пока!